Здравствуйте, хочу рассказать вам про новую раму, то есть это то же самое меню, но доработанное, как и обещали. Во-первых, рама стала легче, на 500 грамм теперь. У нее убран внутренний усилитель, вместо нее сделан монолитный кронштейн. Монолитный кронштейн с двумя положениями, для маятника, разная рычажность соответственно. Дальше были убраны внутренние заклепки, которые на резьбе, за счет этого увеличилось внутреннее пространство для аккумулятора. Да, сейчас мы попробуем. Да, это сейчас вот винты, вот это вот, видите? Да, винтики, они здесь будут коротенькие, просто какие были, такие и закрутились. Винтики 5 мм, они торчать не будут абсолютно никак. Так, дальше здесь специальные отверстия для стяжек, вот эти вот отверстия для установки стяжек. Также можно установить по желанию старый вариант защиты в эти же отверстия. Вот, что еще могу сказать, крышки мы сделали более плотно продвигающие, для того, чтобы возможность была поставить резинку, какую-нибудь уплотнительную. Вот, также на защите контроля у нас сделана передняя сплошная стенка, здесь угол сплошной заваренный, отверстия для вентиляции, вот, надписи нету. И сзади мы имеем отверстия для вывода проводов любого сечения, можно даже два мотова поставить. И дальше здесь у нас есть еще вот такие вот отверстия небольшие. Это отверстия на тот случай, если мы не хотим крепить контроллер к нижней части защиты. Ставятся специальные пластиночки, на которые крепится контроллер, потом это все крепится на защиту и снимается очень быстро. Откручивается раз, два, три, четыре, пять, шесть болтов, винтики маленькие, и она снимается. То есть крепление тут как бы два можно. Контроллер чисто к корпусу провернуть, и можно как бы изолировать его от самого корпуса. Что важно там для МАКС, мини-контроллеров, который не касался боку корпуса. Да, но еще, как вариант, можно прикрепить прям к защите вот сюда вот его. Здесь просто лить отверстие и просто его прикрепить. То есть, ребята, несколько как бы вариантов крепления. Да, давайте посмотрим еще внутри. Внутри у нас места полно. То есть вот это все место можно заполнить аккумуляторами. Не нужно делать проставки, деревяшки. Все очень плотно. Да, то есть вот эти винты большие, которые сейчас на показ стоят, они будут маленькие, 5-миллиметровые, и выступать будут только всего на один миллиметр. Да, хочу обратить внимание, что здесь сама стенка, вот эта вот, толщина всего полтора миллиметра. А резьбу мы имеем около трех миллиметров за счет использования новой технологии. Это вот саморежущие винты, которые как раз и нарезают резьбу. То есть используются в машиностроении такие вот винтики. То есть мы именно нарезаем резьбу, а потом используем обычные короткие М4. М4 винтики. Тут у нас усилитель так же остался, да? Усилитель, конечно, он никуда не девался. Потом рама стала более ровная. Мы используем специально толстые пластины при сварке. То есть здесь ровно, нижняя часть ровная. Все это нормально. Так, рулевая такая же осталась, да? У нас так же трех вариантов 140, 150 и 160 миллиметров. Ну и самое такое интересное, ну расскажите нам про новый маятник, что у нас там. На самом деле мы немножко модернизировали, мы поставили крепление для крова у него. Так, ну в принципе, и, наверное, пока все... А, ну еще вот эту часть сделали толще. Это я в прошлый раз, наверное, тоже рассказывал. Это маятник на 26 дюймов. Ага. Вот вес всего 3 килограмма вот этого маятника. И общий весом, как бы, корпуса с маятником? Меньше 11 килограмм общий вес. Ну, так что вот так. Ну, тут тоже хромолебден используется, да, нержавейка? Да, здесь некоторые части выполнены из нержавейки. Вот здесь у нас из нержавейки часть. Ну, да, чтобы не было у нас всяких там мест из-за ржавчины. Как обычно, калетка 100 миллиметров и узел маятника тоже 100 миллиметров. А что мы все сделаем? Мы сейчас нагреваем втулку, чтобы металл расширился и подшипник лучше вошел. Что, ты как хочешь делать, Мих? Вот, дошли вот в такую водоправочку. Штырь подсидельный. Угу. Подходит идеально по диаметру внешнего набоя промы. Угу. Сейчас будем его на слое. Отличный вариант. Запрессовывать. Идеально, да. Смазочки нальем, в принципе. Чтобы, конечно, было погустую, но ее не было под рукой. За каплицо? Да, вот у нас сел за каплицо. Тихо. А вот расскажите, вот эти два отверстия куда лучше ставить? В первую или во вторую? Это в зависимости от того, какое отверстие используют на маятнике. Если на маятнике вы хотите использовать верхнее отверстие, ставьте на нижнее. Если нижнее, то ставьте на верхнее. Почему так? Это для настройки рычажности подвески. В данном случае рычажность 1 в 3. При установке нижнее отверстие амортизатора получается рычажность 3 целых и 3 десятых. Держим. А, ставим бронзовую шайбочку. Обязательно. Отцентровали, все. И ставим болтик шайбочкой. Поднимаем. Технология отработана. Тут тоже ставим шайбочку бронзовую. Тут большую шайбочку и гаечку. Увеличился на данной конструкции ход. Раньше ход был досуг. Теперь ход. Может еще дальше так. Так, ну что, тянем. Тянем гайпер. Тянем гайпер. Ну что ж, тянем гайпер. Все лучше и лучше. Вот это русские разработки, я понимаю. Стелси, бомберы отдыхают просто. Медленно курят. Слушай, 19? 19, да. Вот так вот. Вот это российские технологии, я понимаю. Крутим. Рабатываем энергию. Михаил Эпихов вставил болт туда. Слава богу, что не положил на это все. Ну вот так, шуточки с прибавочками. Вот она поджимается у нас, видно это. Мне видно четко, не знаю, как видно вам. Насколько у вас четкий монитор. Со всех точек зрения. Все, закрутили. И вот, смотрите, легенько все у нас работает. Ну-ка, держим. Держим. Кстати, вот примерно как у кувалды. Хотя она алюминиевая. Ну, спросим у Михаила. Михаил, ну как вам? Традиционная жесткость. Я там достойно. Да более чем. Тут запас огромный, по-моему, будет. Надо, чтобы вот в этом месте она была жестко, надежная. В принципе, они использовали нержавеющий сталь. Требе, я делал эксперимент при поездке на Кавказ, что вот эти ребра, они градусов на 20-30 в среднем уменьшают температуру мотора. На 20-30, это же хороший показатель. На 20-30 градусов, да. То есть у его друга была температура где-то около 95 градусов, а у него где-то 7,75. Секарно. Ну так может уши посерьезнее сделать? Ну, я думаю, пока их достаточно, а если сделать еще больше, то уже будет сопротивлением воздух увеличится и будет немножко подлетать. Мы стали изготавливать вот такой вот велокронштейн диаметром. Подседельные трубы у нас 30,6 миллиметров. А, 36? Да, 36, соответственно, устанавливается на старые места, те же самые, куда устанавливается мотосидушка. Вот, и мы сделали при этом, вот здесь у нас получается очень ровный угол, то есть переход. Вот, что достаточно симпатично смотрится. И помимо вот такой еще у нас тут можно мотосидушку ставить, мотосидушку, да, соответственно, да. То есть вот старые, те, которые на ту версию, они подходят, естественно, на эту версию, да? Да, все это совпадает. И плюс еще мы сейчас выпускаем мотосидушку средних размеров, это 550 миллиметров. То есть у нас есть те 450, 550 и 650. Супер вообще. Вот такие вот сидения. Ну что, спасибо вам огромное за обзор. Спасибо. 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 Спасибо.